Синсевьера Ну и вот это вот моя гордость. Ей 8 лет. Это Синсевьера. Ее тоже нужно опрыскивать. Она любит, когда ее опрыскивает. Но не так часто, как розы. Примерно раз в день, утром немножко с нее достаточно. И полив. Полив только тогда, когда сверху земля вся просохла. Ну здесь вот земля влажная, потому что с вечера полила. Сегодня ее удобряю. Можно в одном месте просто пролить. Много поливать ее не нужно. Болото ей не нужно. Она не любит, когда слишком сыро. Скорее ей нужно сухо, чем сыро. Но удобрить, конечно, раз в две недели не возбраняется. Это маленький цисус. Недавно его отсадила. Тоже удобряю. И опрыскивать обязательно. Это Сингониум. Удобряем и опрыскиваем. Он вообще сухость не любит. Но поскольку он у меня на кухне находится. Тут, конечно, воздух довольно сухой. Но я стараюсь поддерживать ему микрокрим от влажной. А это Лиана. Тоже опрыскать обязательно. И удобрить. Все любят удобрения. Раз в две недели. Чтобы не путаться. В начале месяца, в середине. В начале, в середине. Так, а здесь недавно отсадила алой. Уже можно его полить тоже. Так, а это глоксиния. Самое время, если хотите обновить, и картошка старая, или размножить. Вот пару листиков. Ну, на всякий случай, если один случайно погниет. Значит, простоит здесь, ну, может быть, месяц. И появятся корешочки на листиках. Тогда можно листики сажать уже в горшок, в землю. Но пока оно будет у нас тут стоять. Ну, а это у меня выгонка чеснока. На зелень. Это снова сингониум. Только уже в другом месте. Удобряем. Здесь ему темновато, конечно. Ну, что поделаешь. Хочется, чтобы было красиво. А вот это теневыносливая традисканция. Ей здесь, в принципе, неплохо. Как узнать, что теневыносливая? Вот с изнаночки у нее фиолетовый цвет листиков. Обязательно опрыскивать. И снова здесь у меня сенсивьера. Кстати, сенсивьера очищает в комнате воздух от плохих эмоций. И где стоит сенсивьера, там все довольны, веселы и счастливы. Спасибо. Спасибо.